80 лет сегодня исполняются газете «Местное время». Первый номер увидел свет во время войны в сентябре 41-го года. Тогда издание называлось «Стахановец». Всего один листок, две газетные полосы вмещали массу полезной информации. Тогда на карте страны еще не было Нижневартовская, где газета базируется сейчас. А издание печатали в типографии Ларьяка. В середине 50-х годов газета называлась «Ленинское знамя», а в 91-м получила современное название. Сейчас в местном времени небольшой, но боевой штат сотрудников, а точнее сотрудниц. Такое женское издание с твердым мужским характером, которое не стоит на месте, а старается соответствовать новациям. Странички 80-летней истории и перспективы юбиляра в репортаже Алексея Шабанова. Я улыбаться буду читать. Екатерина Баландина из тех вортовчан, которые с нетерпением ожидают местное время в почтовом ящике. И очень расстраиваются, когда не находят там свежий номер. Это традиция, воспитанная временем. На газету Екатерина Ивановна подписана с 69-го года. Это 50 уже 2 или 3 года. И мы, конечно, живем в этом городе, мы должны знать все эти новости города своего. И, конечно, нас, мы как хлеб эта газета. Встаешь и бежишь в почтовый ящик. Вот здесь у нас хранятся первые номера местного времени. Раньше называлась газета «Стахановец». Это почти полный свод новостей. В Нижневартовске выполнили наказ первопечатников, которые просили хранить архивы. Об этом даже свидетельствует специальный документ. Впрочем, до наших дней дошли не все листки. В хранилище нет первых трех номеров, а также подшивки за победный 45-й год. Остальное можно прочитать. Газета сейчас оцифрована. К оригиналам обращаются крайне редко. Стараемся не доставать лишний раз. А так мы реставрируем. Как реставрация происходит? Специальная бумага рисовая. То есть, по сути дела, в газете одна полоса была, да? Две. Да. То есть, это был один листок. В ларьяке печаталось, и тираж, посмотрим, 800 экземпляров. Журналист Софья Ерегина сейчас работает с более поздними подшивками. В праздничном номере местного времени должна выйти история юбилеев газеты, начиная с 30-летия. Первые 30 лет газета, в общем-то, о себе особо не рассказывала. Юбилея она не отмечала. Некогда было. А остальные годы, 50-летие, тоже оно пришлось на 91-й год. Это путь и все прочее, все, что мы знаем. А далее это были уже развернутые, хорошие рассказы. Очень интересные. Рассказывали, что старая гвардия журналистов тогда была на месте. Им было, что вспомнить, было, что сказать. Чаще всего газету читают представители старшего поколения. Они так привыкли получать новости. Но в целом аудитория издания, конечно, шире. Сейчас журналисты готовят для нее более современные форматы. Обновленный портал уже работает. В скором времени появятся видеоновости, подкасты и блоги. Несмотря на почтенный возраст издания, мы стараемся идти в ногу со временем, развивать новые направления нашей деятельности. В частности, у нас активно работает сайт, запускаются социальные сети. Ну и мы хотим в ближайшее время открыть небольшую студию, в которой мы будем рассказывать о последних новостях города, региона. Это будет некий еженедельный обзор. Надеемся, что вам понравится. В век стремительного развития контента и технологий сложно представить, каким издание встретит, например, 100-летний юбилей. Но хочется надеяться, что союз двух слов, местное время, останется в медийном пространстве Югры, а сама газета будет надежным источником достоверной информации. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, Сергей Зайкин. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижневатовска. Субтитры создавал DimaTorzok